Привет! Можете думать, что я стал окончательно поехавшим, потерял чувство меры и вкуса, или ещё чего, но этот фильм не даёт мне покоя на протяжении уже лет трёх-четырёх. Я захотел рассказать вам о нём сразу, как только увидел название. Потом попытался его посмотреть, но осилил только до середины, настолько он плох. Но желание рассказать о нём не пропало. И вот я, наконец, его посмотрел полностью. И что любопытно, на этот раз первая половина фильма мне даже понравилась. После чего я всерьёз задумался о том, чтобы записаться на приём к врачу. Но вторая половина фильма расставила всё по своим полочкам над «и». Короче, я должен закрыть этот гештальт, который ознаменует для меня переход к новому этапу жизни и творчества, и я, наконец, начну дрочить на камеру и делать сигны из говна, как Эльдар Багунов, или, может быть, с меня спадёт некое проклятие. В общем, поехали. И прежде чем мы окажемся в лесу, нам придётся продираться через дебри из множества названий компании и студии, благодаря которым этот фильм появился на свет. И названия некоторых из них говорят сами за себя и за фильм. Самое крутое дерьмо. Хотя Доупест отдельно переводится как «тупой», ну да ладно. Кровавая подсобка. И, наконец, голова на палке Продакшнс. Думаю, дополнительные комментарии тут излишни. Потому что я их не придумал. Страшен не сам выстрел, а его ожидания. Альфред Хичкок. Страшен не пердёж, а подлива. Это высказывание здесь было бы более уместно, но так, скорее всего, никто не высказывался до сего момента. Итак, собственно, фильм со звучным названием «В лесу не сношаться» или с ещё более звучным Поведает нам историю группы молодых людей, молодых по российской классификации, отправившихся отдохнуть в лес с палатками. Но по обыкновению сначала мы узнаем судьбу других, ещё менее молодых людей. Ну ты и козёл ебаный. Эй, да всё путём. Тоже решивших приятно провести время в лесу. Ух ты! Что? Смотри. Прикольно. И судя по тому, что их не тревожат комары, времяпрепровождение уже можно считать приятным. В довесок у них есть ещё пивасик. Одна бутылка. Не будем забывать, что этот фильм от студии. Самое крутое дерьмо безбюджетные фильмы для жизни. И чресла обоюдогорящие. Ты чего? Сейчас ты знаешь. Знаете, сначала у меня были сомнения насчёт этой дамы, и я даже не был уверен, что хочу, чтобы она раздевалась. Но потом появился он! Монстр! На первых минутах фильма! От нас, как это обычно принято, решили не скрывать его внешность до середины или до конца фильма. Экономия бюджет. Его сэкономили на пиве, как мы помним. И что можно о нём уже сейчас сказать? Ну он... Это как бы помягче выразиться. В общем... Вот сиськи, короче. И они, на удивление, классные. Правильные формы, на вид упругие, и, как выразились мои друзья-мамологи и пластические хирурги, в целом зачёт. Ну а монстр... Уёбище говном рождённое. Его вид отбивает всякое желание смотреть дальше. Остаётся только надеяться, что сюжет не подведёт. Охренеть! Обожаю природу! Да она Дэвид Блейн от мира орального секса. У этих же двоих случается коитус, несмотря на то, что дамочка съела пенис своего кавалера. Данное событие очень не нравится местному секс-контролю в лице этой антропоморфной лягушки-переростка. Сейчас кончу. Кончаю. Хэйди, какого хрена? Ты же знаешь, что я не люблю, когда на спину... В итоге, оба погибают. И это первые 10 минут фильма. А в воздухе повисают два вопроса. А нахрена это вообще смотреть дальше? И... А что же тогда будет дальше? В моём случае известно, какая чаша весов перевешала. А в вашем... У вас ещё есть шанс спасти свою душу. Да я шучу. Какую нахрен душу? Максимум, глаза покровоточат пару деньков. И перед началом основного сюжета, я бы предложил вам перевести дух на просмотре титров под приятную, расслабляющую музыку. Но что-то не хочется затягивать с этим произведением искусства, поэтому как бы... Ну я же говорю, сначала фильму очень даже ничего. И отсылки хорошие. Впрочем, это всего лишь сон одного из... героев этого фильма. Он реально пи***р. Он такой пи***р. Что я бы его вы***ал. Эй! Чего? Ебать, урони королеву в медзаколонки. Ты чё-то хочешь предъявить? Ага. Ну иди сюда, сучка. Я с тобой расусоливать не буду. Ща я тебя вломлю. А ну иди сюда, трусишка мелкий. Блин, если бы фильм и дальше продолжил в таком духе, он был бы реально хорош. Ладно, в общем, вот вам ещё две героини. Вы их уже видели во сне, но то были не совсем они. И я, пожалуй, оставлю это без комментариев, чтобы этот как бы обзор не превратился в обзор титик. И в целом, в дальнейшем вопрос внешности актёров я буду обходить стороной, потому что, ну, никто из нас не идеален. Хотя, с другой стороны... Напомни-ка мне, зачем мы едем в лес с этим придурком, той чирлидершей и ёбаной журдяйкой? Если им можно, то почему мне нельзя? К слову, вот эта журдяйка. И она реально рекордсменка по ширине кости даже на фоне этой фитоняшки. И как пел Юрий Хой... И если бы она работала бы всю ордеты, то самолёт бы не поднялся воркут на совсем... Но хватит об этом, ведь дальше идёт явный закос подклерков Ковина Смита. Привет. Привет. Надо сказать что-нибудь? Нет. Нет? Тогда, может, вернёшь, блядь? Это на полку. Неа. Кто посоветовал тебе это говно? Вали-ка ты нахуй отсюда. Да пошёл ты. Хотя я, конечно, не уверен. И проверять не стану. Потому что мне лень. Но, в любом случае, имя Кевина Смита ещё прозвучит в этом фильме. Кевин Смит, детка. Ну и как бы, послушайте их разговор, происходящий в салоне видеопроката. Только не говорите мне, что вы ищете типичную сисявтую тёлку, которая будет бегать от убийцы и орать, пока не сдохнет. Ага. Если тить, что надо. Это, типа, не единственная услуга, конечно, но явно будет преимуществом. И вот тут-то у вас и будет затык. С чего это? Потому что вы зациклились на леденце и не обращаете внимания на начинку. Пуще она нам всё объяснит. Это базовые условия для королевы Крика. Если просто какая-то рандомная симпатичная тёлка будет орать на камеру, это не сделает её королевой Крика. Быть королевой Крика не значит иметь вместительные лёгкие красивые сиськи. Нужно иметь актёрский талант и умение продемонстрировать его во время Крика. И вот у вас есть тёлочки, которые даже опыта съёмки не имеют, но вы зовёте их королевами Крика, потому что они ебабельны. Это не честно по отношению к таким актрисам, как Диоли, Барбара Крэмптон, Барбара Стилл. То есть они могли кричать так, что у меня всё внутри холодило. Большинство из этих актрис раскрыли свой потенциал в порнохе. Режиссёр явно поклонник Ковина Смита. Но все в сборе и пора отправляться в лес. Поедут же они в количестве шести человек на этом вместительном субарике. И не зная при первом просмотре, кому в этом фильме суждено стать королевой Крика или последней девушкой, я больше всего переживал за этот субарик. Впрочем, машинка справляется. И вот они уже в лесу ставят палатки и ищут каких-то Мэг и Люка. Мэг! Мэг! Люк! Где же вы? Мэг! Люк! Да где же вы? Предположительно, это та парочка из начала. Ты как? Меня это просто выбешивает. Я бы обеих отжарил. У меня два члена. Да, Люка и Мэг, они понятное дело не находят. А мы уже сейчас можем предположить, как развернутся события и кто дойдет до финала. В общем, у нас тут есть две парочки. Традиционная и не очень. И надо понимать, что и у этих будет секс, и у этих будет битва ножниц. За что те и другие будут подвержены жесткому секс-контролю. А этот похотливый Марио так и не найдет свою принцессу. Даже с этой победительницей конкурса красоты в тяжелой весовой категории ему не обломится. Поэтому выживут они. Но это лишь мои предположения. Наступает ночь. Серьезно. Он наделал штаны, а потом Люк говорит ей закрыть глаза и представить, что это шоколад. Что за бред? Говно внешне вполне похоже на шоколад. Да, молочный. Говно не похоже на шоколад по запаху, поэтому закрывать нужно не глаза, а нос. После еще одной уморительной истории посиделки у костра заканчиваются, толком не успев начаться. Все расходятся по палаткам, кроме Марио. В лагерь заглядывает монстр. Но его отвлекает запах секса из какого-то другого кемпинга. Где очередная парочка придается плотским утехам. Эпизод этот очень короткий и крайне бестолковый даже для такого фильма. Потому что в нем нет ни кровищи, ни сисек. Даже парень, блять, в футболке. Видимо, за обнаженку эти актеры запросили две бутылки пива. Но бюджет оказался не резиновый, в отличие от монстра. Наши же герои, устав от дороги, решают просто поспать этой ночью. Поэтому утро встречают в полном составе. Проснись и поедрочила. Чё за хуйня? Это тебе за то, что ведешь себя как последний уебечный мудак. Чё за хуйня? Ты какого хуйня с моим креслом сделал? Сломал его своим гигантским хером. Произнеся еще дюжину другую матерных слов в адрес друг друга, они отправляются на речку. Правда, непонятно от чего ради. Потому что речка эта выглядит так, как будто ее вид и качество тоже зависели от бюджета. Это тупо какая-то сточная канава. Ты не против, если я их куплюсь? Купайся, если хочешь потом. Вдруг появляется лесничий. Эй, детишки, а чё это вы тут делаете? Мы просто приехали с палатками и хотим отдохнуть на природе. Отлечься от учебы. И чё, вам это место показалось подходящим для купания? Ну да, тут миленько. Детишки, учеба, миленько. Еще никогда эти слова не употреблялись столь неуместно. Лесник уходит, но его роль на этом не заканчивается. Пара фоточек. Это на потом. А сейчас прямой эфир. О, да. Да, он решает передернуть на... Бля, да. Ну, спасибо, что хоть не на неё. А как известно, анонизму тоже секс. По крайней мере, я так думал. До 22 лет. Поэтому наш блюститель лесной нравственности, как Бэтмен, который ночью Бэтмен, а днём Брюс Уэйн, он тоже ночью монстр, а днём... Всё ещё монстр. Следящий за тем, чтобы никто в лесу никого не снашал. Даже собственную руку. Поэтому лесник выбывает из фильма, не успев. Ничего не успев. Довольно быстро наступает следующая ночь. Детишки жгут костёр. Употребляют алкоголь и играют в какую-то игру. Паркер, это для тебя. Ну давай, мочи. Так, будем считать, что это вышло случайно. Вот даёт. Нет, это закономерность. Впрочем, что скрывать ей, к лицу издавать такие звуки. Ну да ладно, её пьяную уводят в палатку. Эти двое тоже уединяются в палатке. У костра остаются только лесбиянки и сына Рона Джереми. Не хотите ли сыграть в игру? Ну и что же это за игра? Правда или желание? Я так и знала. Впрочем, то, как они играют, не идёт ни в какое сравнение с теми четырьмя играми, которые мы уже видели. Тут не будет ни демонов, ни психов, ни каверзных вопросов, ни опасных действий. Только лесбийский поцелуй. Но кого этим сейчас удивишь? Дамочки, не против, если мы переместимся в палатку? По-моему, это отличная мысль. Ну ещё бы, других у меня не бывает. Ух ты. Ага. Размечтался, жаробасик. Но я не сомневаюсь, что воображение тебе всё дорисует. Нет. Сладких снов. Да, этот гном опять остаётся один, поэтому он идёт гулять. А обе парочки в своих палатках принимаются нарушать негласное правило этого кл... леса. Монстр тут же улавливает запах свежего секса. Первой под его лапу попадает худая лесбиянка, вышедшая из палатки по малой нужде. Но он её пока не убивает. Его отвлекают стоны из соседней палатки. Вытащив блондинку из палатки, он начинает вытаскивать из блондинки. Нет, он вытаскивает из неё что-то похожее на тряпки. Пока её парень, по всей видимости, одевается. На эту драку с монстром можно смотреть вечно. Постановка на десяточку. Банок пива. Пустых. Впрочем, это ещё не вся драка. Блин, этот чел даже джинсы надел, пока его бабу убивали. И забавно, что он играет на воображаемой гитаре, когда ему член отрывают. И да, пока монстр лишает чели капричиндалов, его друзья... Хотя, не такие уж они и друзья, видимо. Да и постановщик драк, банально, не потянул бы такую батальную сцену. Ещё там, кстати, Хрюша на шумок вылазит из палатки. Но её сливают быстрее, чем она успевает произнести. Хотя она, вроде бы, никого своим сексом не побеспокоила. Эти же трое, убежав, решают вернуться, чтобы взять ключи от машины. Они возвращаются и берут ключи от машины. А потом и до машины добираются. Чувак, это было так легко, как отец пизду у младенца. И, вроде бы, всё. Чего ждать? Всё! Тортуть! Но эта идиотка решает порыться в багажнике. Здесь где-то лежала эта штука. Нам нужно чем-то защищаться. Гном собирается ей помочь, видимо. Но тут как тут появляется сексоненавистник. Ну а той штукой оказывается лук. Мерида совершает выстрел. И спасает гнома. Но гном сам себя подставляет. Не сумев побороть в себе желание кое-что проверить. Чейн, это мужик! Боже, у него есть яйца! За эту бесполезную информацию он платит своей жизнью. Деваха возвращается в машину, но... Блять! Ключи у мака! Это просрано! Давай, вылезай! Побежали! Тощая, пробежав сто метров, умирает. От усталости. Не могу. Бензин кончился. Вставай, надо идти. Очнись, прошу тебя. Мы выберемся отсюда. Обещаю! Очень трогательно, ага. Особенно с этим пианино. Алекс! Ну давай же, давай! Особенно сразу после этой сцены. Пошел нахуй! В общем, Джейн остается одна. Кстати, да, ее так зовут, знакомьтесь. И дальше нас ждет крайне затянутый и несуразный эпизод в стиле фильма «Хищник». Джейн куда-то убегает. Незаметно для монстра разводит три костра, делает какую-то хитрую стрелу и начинает ждать, спрятавшись за деревом. С той стороны, с которой монстр ни в каком случае не придет, потому что у него, как и у автобуса, есть расписание и маршрут. Монстр приходит. Наверное, потому что Джейн изрядно появилась с разведением костров. Она выходит на него с ножичком. Монстр куда-то проебается. Она начинает светить себе перед лицом фаером, ведь трех костров недостаточно. И монстр приходит. Схватив Джейн за горло, он ранит ей... ногу. Хромая, та возвращается к первоначальному плану. Монстр теряет ее из виду. И вообще, кажется, что он заблудился. Но это уже не так важно, ведь приходит момент расплаты. О причинах этого взрыва еще долго будут спорить лучшие умы планеты. Ну а мы давайте просто порадуемся тому, что в лесу теперь можно сношаться. О, фаак! Фильм, кстати, еще не закончился. Наступает утро. Джейн просыпается. И куда-то ковыляет под мощнейшие гитарные запилы. Как будто мы сейчас крутейший боевик посмотрели, а не Калу, кое-как размазанный по 60 минутам хронометража. Ну а вишенкой на торте являются неудавшиеся кадры со съемок. Куда не попали мелькающие вагины, потому что они попали в сам фильм. А еще там Джеки Чан, выполняя сложный трюк, сломал член. Такие дела. Что же касается второй части, то даже если она и есть, на русский ее пока еще никто не перевел. Но даже по трейлеру уже можно сказать, что ее бюджет измеряется не бутылками пива, а ящиками как минимум. Вот, пожалуй, и все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что оформляете платные подписки. Спасибо за то, что вам нравятся такие обзоры на такие фильмы. Спасибо за сына. Спасибо за дочь. Спасибо за ночь. Пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!